Приветствую, друзья! С вами Елена Викторовна, обучающий канал OK English. И сегодня мы с вами говорим о том, как учить английский по фильмам правильно. Я думаю, что вы уже не раз слышали о таком прекрасном способе изучения английского языка, как учёба по фильмам. Почему он так популярен? Он действительно поможет вам выучить живой, современный, актуальный английский язык. Фильмы погружают нас в англоязычную среду. При этом нам не нужно никуда ехать, можно даже не вставать с любимого дивана. Всё здесь, весь живой современный английский язык в исполнении лучших актёров, носителей языка. При этом грамматика попадает нам в голову не через скучную теорию, а приходит к нам в контексте, в том виде, как её на самом деле употребляют. Какие же фильмы смотреть, друзья мои? Это очень важно. По моим наблюдениям, чем ближе к 2010 годам, тем хуже дикция у актёров. Это действительно так. То ли актёры уже не те, то ли это такой модный тренд. Речь стараются делать максимально приближенной к жизни. А в жизни, как вы понимаете, люди не особо так стараются. Многие чавкают, многие жуют слова, особенно американцы, у которых очень быстрая дикция. Также люди говорят с акцентами, но если мы возьмём фильмы, которые были сняты чуть ранее, то там мы видим прекрасных актёров, которые действительно стараются, и если уж они передают какой-то специфический акцент, то опять же они стараются это делать и говорить слова максимально чётко. Если сравнить, например, такой фильм, как «Унесённые ветром» «Gone with the wind», который был снят в 1930-х годах, и, например, сравнить, как говорят в нашумевшей саге «Сумерки» и «Твилайт», то контраст, честно говоря, просто поразительный. В «Сумерках» актёры говорят «Не членораздельный», я вам не советую начинать учить английский язык, живой современный английский, именно по этому фильму. Плохо говорят актёры. Советую вам смотреть фильмы, снятые до примерно 2000-х годов. Либо смотрите фильмы с участием актёров, которые умеют играть. Они обычно владеют хорошей актёрской речью, они проговаривают слова чётко, эмоционально, а для нас, друзья мои, это очень важно, ведь у нас нет возможности переспросить и попытаться получить дополнительное объяснение у героев фильма. Поэтому совет номер один. Ищите фильмы с теми актёрами, речи которых вам приятно и понятно. Как же начать понимать? Думаю, что если вы пытались смотреть английский по фильмам, то, скорее всего, при первых просмотрах вы потерпели. Пиаско. Да, друзья мои, на первом этапе вы мало что понимали, или если вы ещё этого не делали, вы мало что поймёте. Темп английской речи намного быстрее, чем русская речь. Примерно в 2-3 раза английская речь быстрее. Это происходит из-за того, что в английском языке очень короткие слова, большая часть слов, примерно 70% английских слов состоит из 2-3 и 4-х букв. То есть английский, поэтому быстрее. Он быстрее проговаривается сам по себе, слова более короткие, естественно, и говорят быстрее. К этому нужно привыкать, друзья мои. Но, к счастью, восприятие на слух нарабатывается, и это очень важно. У вас постепенно сформируется привычка воспринимать такой темп речи, и появится понимание, что же именно вы услышали. Обычно, когда вы делаете первые попытки понять английский на слух, вы используете для этого учебные материалы, либо работаете с учителем. Учитель, конечно, подстраивается под ваш темп, он говорит медленно. Учебные материалы тоже записываются так, что дикторы говорят достаточно медленно и очень чётко. Но, когда вы начинаете смотреть настоящие английские фильмы, не учебные, там, естественно, никто под вас подстраиваться не будет. Всё будет очень быстро, понять будет сложно, поэтому готовьтесь, друзья мои. Но не забывайте, что ваш мозг – это великое чудо. Он очень быстро учится. Дайте ему информацию, он её обработает. Если вы не будете давать ему информацию, он её, естественно, не будет обрабатывать, или будет обрабатывать медленно. Поэтому уже после первых просмотров, хотя бы один-три фильма просмотрите, вы начнёте что-то понимать, вы начнёте вычленять какие-то слова и простые фразы. Естественно, чем больше вы будете смотреть фильмов, тем лучше вы начнёте понимать. Главное – пережить, друзья мои, первый шок непонимания. Не опустить руки, а продолжать слушать и смотреть до тех пор, пока что-то не начнёт быть понятным. Совет номер два. Приучайте свои уши к живой английской речи. Как смотреть с субтитрами или без? Субтитры, если вы до сих пор не знаете, это текст того, что говорят герои фильма. Субтитры бывают русские, английские, в общем-то, они существуют на любом языке. В нашем случае нас интересуют, конечно же, фильмы с английскими субтитрами. Также можно в сети найти такие фильмы, где даны и русские, и английские субтитры одновременно. Если сюжет фильма, который вы смотрите, в целом вам знаком, то советую вам смотреть фильм на английском с английскими субтитрами. Вы можете в них подглядывать, но не нужно всё время читать, иначе это будет аудиокнига, а не фильм на английском языке. Я не советую вам смотреть фильмы на английском с русскими субтитрами. Они будут вас отвлекать. Вы будете читать русский, при этом вы не будете слышать английский язык. Не советую вам смотреть фильмы на русском с английскими субтитрами. Вам будет казаться, что вы учитесь, при этом, как по мне, это просто трата времени. Смотрите фильмы на английском с английскими субтитрами. Постепенно переходите к тому, чтобы субтитры отключать и просто воспринимать английскую речь как есть. Погружайтесь в неё. Итак, совет номер три. Смотрите один-два фильма в неделю на английском, при этом включайте английские субтитры и подглядывайте в них. Что же нужно смотреть? Новые незнакомые фильмы или те, которые вам уже знакомы, которые вы уже видели? Советую вам, друзья мои, смотреть те фильмы, которые вы видели уже много раз. Смотрите любимое кино «Затёртое до дыр». Когда вы пересмотрите свою коллекцию избранного, а я уверена, что такая коллекция есть у каждого, переходите просто к хорошим фильмам, которые вы не прочь посмотреть ещё несколько раз. Самое главное, друзья мои, почему стоит смотреть знакомое кино? Там понятный сюжет, вы знаете, что происходит, вам не нужно напрягаться, чтобы уловить смысл происходящего. Фильм ведёт вас, и вы не теряетесь, друзья мои. Даже если вы что-то не поняли по-английски, даже если вы ничего не поняли по-английски, в целом вы знаете, что там происходит. Это вас расслабляет. Не советую брать незнакомые фильмы, если вы только начинаете осваивать английский по фильму. Просто по причине того, что вы ничего не поймёте. Вы будете напрягаться, вы устанете, вы разозлитесь на себя или на фильм, так как ничего не понятно, и будет плохо, друзья мои. Будут плохие эмоции, а плохие эмоции отбивают желание учиться. Вам будет так работать некомфортно и неэффективно. А наша цель – учить английский по фильмам, а не злиться, что вы ничего не понимаете и что актёры говорят плохо. Совет номер четыре. Смотрите фильмы, которые вы хорошо знаете. Желательно брать фильмы, где вы даже знаете, какую реплику говорит герой. Вы будете автоматически таким образом накладывать на понимание русской фразы английскую фразу. Когда же придёт стопроцентное понимание английской речи? Друзья мои, чем больше вы будете смотреть, тем лучше, конечно же, постепенно начнёте понимать английскую речь. Сразу вы не поймёте сто процентов, даже если вы до этого много лет учили английский язык. Я вам скажу, это действительно правда. Сразу, скорее всего, ничего не поймёте. Возможно, поймёте 10-20 процентов. Но постепенно, продолжая слушать, вы начнёте наращивать уровень понимания. Вы начнёте понимать 50 процентов, 60 процентов, 90 процентов понятого, 100 процентов вряд ли. Почему? Потому что нет предела совершенству. И вам всё равно будут попадаться новые интересные слова, новые выражения. И по мере улучшения вашего английского языка, конечно же, вы будете понимать всё глубже и глубже смысл. И многие английские фразы, которые, как вы считали, вы поняли правильно, заиграют для вас новыми красками. Здесь я имею в виду слова в переносном значении, идиомы, фразовые глаголы, поговорки. Всё это составляет максимальный уровень понимания английского языка. То есть, когда мы понимаем между строк, когда понимаем контекст. И, конечно же, точить понимание английского языка можно годами. Самое главное вам что? Вам сразу выйти на хотя бы 50-60 процентов понимания английской речи. Со временем вы обнаружите также, что русская версия фильма часто переведена неверно. Дают неправильный перевод, что-то выбрасывают, что-то упускают, что-то переиначивают. Иногда после просмотра фильма в оригинале сюжет и какие-то ключевые моменты предстанут перед вами совсем в ином свете. У меня несколько раз такое было, и я была поражена. Как же плохо перевели фильм на русский. Поэтому это вам маленький зазор, маленькая мотивация, почему нужно учиться понимать английский, живой английский, смотреть фильмы в оригинале. Совет номер пять. Понимание на слух тренируется и нарабатывается постепенно. Дайте себе время, но при этом делайте регулярные тренировки для того, чтобы научиться понимать английский по фильмам. Что смотреть? Фильмы, сериалы, мультики, шоу. Как вы понимаете, не фильмом единым богат Голливуд. За последние 10 лет большую популярность начали набирать сериалы и разные интертеймент-шоу, развлекательные шоу. Они, я бы сказала, поднялись на новый уровень. Многие знаменитые актеры стали принимать участие в сериалах, чего мы не могли представить себе даже, скажем, 15 лет назад. Плюсы сериалов – это, конечно же, понятный сюжет. Актеры, к речи которых вы уже привыкли, знакомая атмосфера. Сериалы также доступны с субтитрами. Поэтому, если вы не любите смотреть фильмы, а любите смотреть сериалы, найдите себе такой сериал, который вы с радостью будете смотреть. Естественно, сериал должен быть англоязычным. Что еще можно смотреть? Развлекательные передачи, развлекательные шоу. К счастью, сейчас их снимают абсолютно на любой вкус. Любите смотреть что-то умное – смотрите Discovery. Любите шоу талантов – смотрите, например, American Idol или The X Factor, или там танцевальные шоу, все что угодно. Любите смотреть ток-шоу, когда в гости к ведущему приходят звезды – пожалуйста, смотрите ток-шоу. Например, шоу Oprah Winfrey или Ellen Show. Любите смотреть научно-популярные шоу – хорошо, отлично. Смотрите Разрушительный реген, например, Mythbusters и так далее. При этом, если вы увлекаетесь жизнью и судьбой какой-то знаменитости, если вы ее или его фанат, смотрите с этим человеком интервью, выступление, шоу, в которых он принимает, он или она принимает участие. Тут вариантов масса. Минус я считаю только один – это то, что вы не найдете субтитров к развлекательным шоу. Поэтому изучение английского по шоу, я считаю, нужно начинать тогда, когда у вас уже есть какая-то база английского языка, то есть когда вы не новичок в понимании английского на слух. Что еще я советую? Советую смотреть мультики. Мультики подойдут не только детям, но и взрослым. Плюсов у мультиков очень много. При озвучивании актеры говорят четко, ярко, эмоционально. Они очень-очень стараются. Слова в мультике, сценарий прописан для детей, поэтому используются только базовые, самые популярные слова. Сюжет обычно простой, понятный и нескучный. Также к мультикам есть субтитры. Поэтому советую вам начать, например, с классики Диснея и смотреть любимые мультики. Поверьте, это отличный способ для старта изучения живого английского языка. Совет номер шесть. Смотрите не только фильмы, смотрите сериалы, мультфильмы и развлекательные шоу. И, пожалуй, самый важный момент, о котором не стоит забывать никогда. Представьте себе результат, друзья мои. Для того, чтобы получить желаемое, нужно очень хорошо и четко представить, чего именно вы хотите и за какие сроки вы хотите это получить. Представьте, вот прямо сейчас представьте, как будто вы уже понимаете английский на слух. Как будто вы включаете английский фильм и вам все понятно. Или вы ведете беседу с американцем или британцем и вам все понятно. Это будет здорово. В своей работе я столкнулась с тем, что люди не представляют себе, как они свободно говорят на английском и как они свободно понимают английский язык. Люди настолько привыкают все время учиться, все время сталкиваться с новой непонятной, непривычной информацией, что они даже не могут себе представить момент, когда все это будет позади, все это закончится, и английский будет понятен, так же, как и родной язык. Все слова, почти все слова будут известны, и английская речь, ваша английская речь будет плавно литься. Также важно подумать о сроках, за которые вы готовы сделать этот рывок и научиться понимать устный английский. Сколько времени вы готовы потратить на такую работу? Сколько месяцев вы даете себе, чтобы научиться пользоваться английским так, как только что себе представили? Как будто бы он ваш родной язык. Что вы готовы для этого сделать, друзья мои? Какие усилия вы будете прилагать? Если вы считаете, что можно поработать месяц и выйти на понимание, на свободное понимание английского языка, это ошибка. Это невозможно, скажу вам честно. Если вы хотите достичь успеха в любом деле, работайте по формуле. А один час работы над этим делом в течение года, и вы выйдете на уровень отличного результата, на уровень профессионализма. Это правило работает и для английского языка, если вы не знаете, от чего отталкиваться. Еще раз подумайте о том, какого результата и за какие сроки вы хотите. А пока вы размышляете, не забывайте жать кнопочку «Мне нравится», «Лайк» к этому видео. Обязательно напишите свой ответ, запишите его где-нибудь. Вы можете сделать это прямо в комментариях к видео. И прямо с сегодняшнего дня начинайте трудиться в новом для вас направлении. Изучение английского языка по фильмам и достижение того, что вы свободно понимаете английский язык. Успехов вам! Я готова вам в этом помочь. Подписывайтесь на мой канал, где вас ждут сотни полезных обучающих уроков по английскому языку. Работайте над вашим английским. И он будет становиться лучше и лучше день ото дня. Меня зовут Елена Викторовна. До встречи в следующих уроках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok